Небольшое обращение к вам перед началом основного выпуска. Сегодня в понедельник в России закрыли Инстаграм. Для нас Инстаграм была такая площадка, куда мы выкладывали не вошедшие моменты в ролики, где мы делились через сторисы какими-то приколами, каким-то движим, какими-то личными моментами. В общем, все, что было за кадром, все это было в Инстаграме, этого было много. Там мы общались с вами, там мы проводили опросы, там мы искали разные истории. Там было почти полмиллиона зрителей, которые следили за такой закадровой жизнью. Сейчас у нас есть альтернативная площадка, это Телеграм. Мы создали свой Телеграм-канал, уже там активничаем, уже там есть не вошедшие фрагменты из роликов. Мы выложили туда момент, где Саша впервые попробовал в своей жизни суши. Он когда был в Москве, мы зашли в суши-ресторан. Это в основном ролик не вошло. Поэтому, чтобы нам с вами не потеряться, чтобы нам с вами оставаться на связи, мы вас всех, каждого ждем в подписчике в наш Телеграм-канал. Ссылка будет в описании. И сейчас неизвестно, что будет с Ютубом, вероятно, он тоже закроется. Ищем альтернативную платформу, и вся информация об этом тоже оперативно будет появляться в Телеграм-канале. Переходите, подписывайтесь, мы вас там ждем, а мы начинаем выпуск. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Может вот здесь? Здесь как бы не видно, может быть вообще туда заехать? Вот сюда? Да-да-да. Заезжай и все. Про эту историю нам написали зрители, рассказали ее. Ну, мы приехали сюда и сейчас будем знакомиться, если у нас это получится. Здравствуйте! Слушай, я знаешь, что я сейчас собаку не слышу вообще? Тут закрыто. А, нет, собака. Слышу собаку. Слушай, на нас сейчас нападут, мне кажется. Я не знаю, ты первый иди. Иди. Я не знаком с ними, я не знаю как. Я не знаю, как лучше пройти-то, откуда подойти. Слушай, они что-то не рады нам. Ну вот и все. Обычно мы куда-то приезжаем и... Пойдем в свою страну. И собаки, короче, да, обычно приезжаем? Они все на нас идут. Да, слушай, а тут... Слушай, ну тут прям целое хозяйство получается. Никакие не пускают. Давай, ты иди оттуда, а я отсюда. Кто-то один из нас пройдет. Мне кажется, туда, куда мы, туда и они. Жесть какая-то, этот ступор какой, я не знаю. А, слушай, тут все в колючках. Что там? Ну в колючках все. Слушай, ну может они добрые? Они добрые, я не похож. Здравствуйте! Они могут налететь на меня? Я вообще не знаю. Я не знаю, что такое. Тихо. Я не знаю, какая-то. Я не знаю. Охренеть. Слушай, это в первую жизнь, что мы куда-то приехали, а нас индюки не пускают. Внутрь. Здравствуйте! Я не знаю, что делать. Не имел дело, да? А вот идёт. Здравствуйте! Здравствуйте! А как вам пройти? Лучше отсюда или оттуда? Как вас зовут? Рома и Дима. Рома? Рома. Меня Дима. Я Рома. А куда можно поставить продукты? Ну вот мы вам два привезли. Ну спасибо, боже мой. А вы здесь живёте или там живёте? Эта история началась с того, что нам написал наш зритель, который уже давно общается и как-то, возможно, помогает бабушке. Он снял короткое видео ещё раньше в Инстаграм про то, что она живёт в Курятнике. Это видео набрало какой-то небольшой общественный резонанс здесь. Отреагировала местная администрация и вот что она сделала. Она привезла вот такую бытовку для того, чтобы бабушка здесь могла жить. Но бытовка оказалась нереально холодной, вообще без затеплителя. То есть это самый такой бюджетный вариант. И попытавшись здесь как-то пожить, даже переночевав, бабушка обратно переехала в сарай. Вот это окно. А, здесь щель вот такая вот просто. То есть оно разбитое. Здесь вообще, смотрите, стекла нет. Просто вместо стекла вот такая вот штука. И здесь всё такое вот. То есть это единственное окно в этот дом, прикиньте. Я в шоке просто. Я быстренько покажу вам и сам посмотрю. Там, смотрите, там капуста, продукты какие-то, крупы лежат. Тут обогреватель, один обогреватель, второй. Веник там, часы в этом, в пакете. А, тут, судя по всему, смотрите, здесь вот есть электричество. Вот оно подходит куда-то, это провод. Вот здесь кровать. Просто места вообще нет. Просто вообще нет места. Я не знаю там, что стоит, это холодильник там или что. Потолок вот такой вот. Здесь вообще всё очень тёмное. Как вы там поддерживаете тепло, чтобы там можно было находиться, жить, спать? Бутылки, ну. Бутылки пластиковые. Наливаю воды, кипяток. Под ноги? Главное, чтобы ноги не замёрзли у человека. Самое холодное место, ноги. А теперь же у меня что, и грилка есть, так что я... Теперь вы греетесь? А в этой бытовке вы почему не живёте? А тут, видите, этот грибок завёлся, тут холодно. Здесь невозможно жить, да? Ну, то что. Ну, откровенно говоря, вы же живёте в таких необычных условиях. Ну да, аскетический уровень жизни. Но это же не ваш выбор, я так понимаю, это просто стечение обстоятельств? Ну, судьба такая, не знаю. Такое вот жильё, значит, из проблем здесь первое, первое, это важный такой момент. Здесь у нас плесень, грибок. Пошла, она оттуда вот снизу, надо вот с той стороны будет подойти, потом к этой бытовке посмотреть, что там с другой стороны. Короче говоря, жизнь здесь невозможна, потому что здесь грибок и потому что здесь жутко холодно. Сама по себе вот эта вот бытовка, она не предназначена для того, чтобы тепло удерживать. С другой стороны подходим, ну да, здесь расстояния от земли его вообще нет. То есть, по сути, вот здесь вот, ну да, этот вагончик стоит прямо на земле. Собственно говоря, вот в этом как раз месте, вот здесь вот, вот здесь вот, и пошла плесень вот туда, с той стороны, внутри. Расскажите, как так получилось, что здесь территория, и вам негде жить, кроме как-либо вот в этой бытовке, я не знаю, где вы ещё живёте? Там был дом, он был на столбах, на этих каких, дуговых, крепкие такие столбы, там он даже где-то остались. Эти скрутки, но уже потом, когда мне привезли, одной стенки вообще не было с юга, понимаете? А стояли там, ну вот эти вот столбы остались, а всё, что там замазывают соломой, там, что глина, вот, это всё рухнуло. Ну, если была бы возможность жить в других хороших условиях, вы бы жили бы в них? Ну, я привыкла в таких условиях жить. Тут мне предлагали, дескать, это ОДПИ, потом ещё там это... Что такое ОДПИ? Какой-то там... Дом престарел, что ли? Ну да, примерно там, как он называется, интернат, что ли. Предлагали-то переехать? Да, предлагали, тут есть такое, что временное проживание, там, 2-3 месяца, на зиму и так далее, я отказалась. Ну, в доме же вы жили, вот, когда он был? Да, но он был порой разрушенный. У вас не было какого-то хорошего, тёплого, нормального жилья дома, аккуратного? Ну, в семлянке самое лучшее было жить. Вы сказали, что вы переехали из дома, когда он развалился, вы переехали сюда в 86... Ну, там где-то, точно, не помню. То есть, когда вы перебрались в курятник, вам было 40 лет? Ну да, так примерно. Ага, 30 лет назад. 37. Я правильно понимаю, что вот это всё? Это сарай? Да. И в том числе курятник, где изначально, раньше всегда была птица? Да. После того, как ваш дом, вот этот вот, обвалился... Вот там был дом. Вот тут был дом. Да. Ну, вот эту вот... Одинку поставили. Там уже вели кундамент. И чем всё закончилось? Дальше что сказали? Ну, дальше что сказали? Денег нет. Я говорю, ну, я тоже... Мою арматуру собирала. На времянку хотела постоить. Я собирала её не год, не два, несколько лет. Я даже ревела за это. Ну, не надо. Не тросим. Нету. Вы, говорите, сам своей занимать и делом. А мы тут будем сами разбираться. Арматуру мы туда вбухали. Короче. Вашу, которую вы собирали? Да. Друзья, есть способ поддержать наш канал. Как вы видите, на мне одеты наши худи. Это мерч, который мы делаем. Причём, это такая базовая вещь, а у нас в магазине есть ещё много разных вариантов, разных цветов и разных дизайнов. Что важно. Сейчас цены на материалы, на производство сильно подросли. Но когда все поднимают цену, мы решили сделать тотальную распродажу. Скидка 25% на вообще всю продукцию, на одежду, даже на наклейки. И эта скидка будет продолжаться до выхода следующего ролика. То есть до следующего понедельника в 18.00. Ссылка на наш магазин в описании под роликом. Вообще, конечно, здесь такой вот уже завал, не пойми ничего. Просто я не знаю, что вот здесь что. Что здесь нужно, что не нужно. Вот это, допустим, штука. Это, оказывается, курятник, да? А вот это что? Это просто завал какой-то непонятный. И вот этот весь дом, он же, ну, он же, ну, прям видно, что он весь покренился, покосился. То есть, ну, совсем, он скоро рухнет. По сути-то, здесь, ну, все. Жить здесь даже, ну, я не знаю, ну, это жесть полная. Вот тоже еще один курятник, смотрите. Дальше туда. Оп-оп-оп-оп, пошла. Раз. Загнал курицу. Тоже еще один курятник. Здесь вот курочка отдыхает. Интересно, почему в разных местах они, интересно, отдыхают. Раз. Вот. Раз. ДIP. Ага. У нас сика– Доб 2013 церков – то есть подождите а у вас получается здесь колодец просто бывает колодец который знаете бывает деревянные которые долго стоят то тоже был деревянный но он упал туда с рук и теперь пацаны катал этот как это скат или как он здесь упал до туда упал там воды вообще не было засуха была у нас вот 23 года сколько 18 19 20 это в этом году только сейчас пошли дожди так вот это вот здесь вы сказали что вы готовите этот корм для для птиц вот это курятник можно зайти ниже там железка море этот шороху навел вы работали у вас же была какая-то работа ну конечно было померла учительница среди учебного года меня начали звали деканат и спрашивать декан вот значит и вашей линии но я хорошо в школе училась да наверно под филосили она была математики то есть вас взяли работать учителю до учили математики но это не моя специальность и сколько вы проработали учителю математики три года а потом вы пошли в колхоз на трактор хорошо мамка знакома с тракторами с комбайном вы сами рулили спахивали нет я не меня посадили на это 40 это это самое не гусеничный трактора колес и сколько вы так работали на тракторе так сколько нужно ли всем я же не помню а потом потом ферма но я почала там работать я работала там зоотехника вы сейчас здесь живете занимаетесь птицей до коровы продала за ней реву не жалко и что-что из-за почему ну чё причина эта самая и счета моя не корова виновата я виновата у меня не было денег чтобы осеменить корову она от этого заболела и пришлось мне ее сдать а вы очень сильно экономить электроэнергию как я понял приходится что делать рома сейчас холодильника нет правильно да есть он и его не не пользуюсь но продукты вы где храните то мне продукта что купила поела опять купил ну а что-то портящиеся из продуктов одну мясо бывает то это вот когда уже костер я разводила там вот тогда забиваю птицу готовлю себе мясной продукт на костре а вы что-то выращиваете здесь весной летом вот дело в том что вы знаете видите тут нет никаких загородок тут там есть этот забор сетка тут нет ну там тоже у меня не все загорожено собралась это сама сетку купила габицу вот эту но нет столбиков чтоб поставить тут проходной двор а чтобы сажали дальше надо мне картошечку там лучок это самое честно как обычно что нужно борщовой на борщу свекла морковка тыква сейчас сейчас ничего не сажать нет там заросло пырием но зато там уже никто ничего не возьмет потому что там ничего не а у вас пенсии сейчас нет пока нет есть трудовая как пошла пятьдесят пять лет то есть у вас каждый месяц пенсия приходит к на пассиву он приносит я на карту не получил а если не секрет какая сумма это пенсии было 10 400 прошло сейчас добавить 500 на что вам хватает на что мне держу птицу вот что для своих я не продаю и правда яичко если мне есть то я продаю или вот привозят мне продукты ну дайте хотим бартера такой хоть яички понимаете свои домашние курочки ходят свободно тоже там не в клеточках и примиксами не кормлю химии вообще стараюсь это самое избегать всякой и также на саду тоже меня там были эти прошлом году яблочки игрушки немножко первым в общем вы тратите их на корме так понимали что надо да на корма это примерно половина вот это видео тоже кончается скромные даты мешками да это мешки это там зерно и это крупа дырт в общем скажите пожалуйста еще такой вопрос а вот там душ помыться у вас есть это летний душ какой нет я мылась последний раз на снегу простите на выражение зимой вот этой да моржую а вот у вас какие-то родственники есть родственник у меня близких нет сестер братья вообще не было мать и матери одна а какие-то люди которые вам близки кому вы доверяете с тем дружить и общаетесь есть какие ну как я тут что не все считаешь изгоем если я просто мимо них пройду они меня цепнут нужно пошли я вот как это работает я понял или это потому что я с вами а вот оно что потому что я не один мы сейчас идем смотреть где раньше был огород так нам нужно купить отпуговитель собак нужен я вот это финик вот это финик здесь растут финики серьезно то есть если здесь пахать то можно посадить здесь картошку допустим морковь да вы бы хотели бы чтобы вам все-таки действительно стояще как-то помогли с жильем поддержали вас ну это же будет денег стоит больших а зачем мне такие траты ниже времени столько коптить не было ну арматуру я например купила искала этим всем этим только мне хочется я туда ни копейки больше укладывать не буду подождите это за ваш счет было сделано ну арматуру что домой укинули вот это вот вот это вот это фундамент который сделали какие-то я не знаю кто в общем приехали сюда какие-то ребята с желанием помочь бабушки взяли часть ее строиматериалов часть каких-то своих и построили начали строить такое вот видимо временного дома построили сделали фундамент это был уже больше года назад и все и больше не приезжали не появлялись фундамент здесь так и стоит и собственно говоря на этом все закончилось вы бы хотели какое-то новое жилище тепленькое время очку сделать уже там это самое мне есть наметки там какие-то наброски и вот эту новую арматуру который купила ну тут может не хватит ее сколько на телку продала последнюю и купила на эти деньку мелочь там по мелочи вам остальные деньги купил арматуру вот я хотела построить время очку вы чуть ли не своими руками что хотите сделать нашу делать серьезно построить своими руками жилище себе хотите вместо курятника вот этого думаете справитесь если хочу делать это там уже что на все перекосило время читает это сарай хоть здесь и плохие условия вам здесь жить лучше и привычнее и приятнее чем где-то в доме престарелых в интернате куда вас пытаются время от времени вам предложить и вы категорически ехать не хотите нет не хочу даже временно но в домике вы бы не хотели жить маленьком каком-то я не знаю думаю что я построю может я построю один процент у меня зарядки один процент процент шансов успех нет у меня есть еще за не надо идти да я запас и обычная в карман вообще кладу а в этот раз это все у меня есть еще смотри мне об этом в том кармане севшие чтобы не перепутать а в этом новенькие так вот давайте просто сразу отсюда перенесемся через неделю когда мы сюда еще раз приедем и чем-нибудь придумаем ну что ж мы приехали сюда спустя где-то неделю и сейчас вы увидите что мы запланировали вот стоит уже машина ребята уже приехали это как бы первый шаг вообще наверное в этой истории привет рома усилий а ты один нет мы тоже не одни посидеть да пойдем домой если вкратце да просто расскажу она же здесь в курятнике здравствуйте здравствуйте это это мы рома и дима собственно говоря вот у нас колодец на василий так ходит постарается почистить колодец посмотреть вообще ситуацию и это колодец и такой совсем старинный на 60 собственно говоря вот там вода есть она там мутно это аккуратненько да пожалуйста и будь будь аккуратен дружище и там что-то плавая да значит сейчас вообще давайте я поясню в чем тут дело происходит это колодец который бабушке нужен и задача сейчас нас почистить его посмотреть в каком состоянии пригоден ли он для дальнейшей так скажем жизни если нет то будем думать потому что это вода здесь именно она нужна может мы сейчас серию закончим уже и все и вот уже прямо сейчас закончим ее а в следующей понедельник продолжим все это действие и еще что мы здесь задумали да вот так будет правильно привет друзья как у вас дела нет зачем то грубо я не понимаю да ответили